Роза бургунд, баргунд, характеристики и описания. Вырастить в умеренных широтах крупные розы алых оттенков, непростая задача. Роза бургунд станет отличным решением, она обладает яркой расцветкой пышных бутонов. В саду эти благоухающие кусты станут центральным украшением. Прямостоячие, средние высоты, они будут заметны среди других растений. Описание розы бургунд, роза чайно-гибридная бургунд была выведена немецкими селекционерами Кордис в 1981 году. Своё название получила в честь племени бургундов, населяющего Померанию много столетий назад. Высота кустов достигает 80-100 см, стебли прямые с редкими шипами. Листья насыщенного зелёного оттенка имеют кожистую поверхность. Сорт бургунд известен своими ярко-алыми бутонами. Описание этого цветка выглядит привлекательно, крупные пышные бутоны в диаметре, достигают 8 см, редко образуют соцветия. Бургунд является морозостойким сортом, редко болеет и хорошо переносит непогоду. При общей неприхотливости требовательно к составу почвы и солнечному свету. Чайно-гибридная роза активно используется в ландшафтном дизайне. Её сажают вдоль пешеходных дорожек, возле беседок и стен зданий. Из-за яркости бутонов хорошо смотрится в цветочно-каменных композициях. Важно, роза бургундия, как ещё называют сорт, не подходит для окантовки бордюров. Доступ к кусту становится ограниченным, что затрудняет уход. Выращивание цветка, как правильно посадить в открытый грунт. В вопросе посадки бургунд щепетильно, нужно приложить усилия для успешного результата. В первую очередь, необходимо определить место посадки. Подойдёт небольшая возвышенность, где не скапливается вода, так как корневая система роз не приемлет застоя. Розовые кусты любят солнце, поэтому сажать их нужно на южной стороне. При этом лёгкая тень также подойдёт, обгорать лепестки не должны. Обратите внимание, розы должны быть защищены от сквозняка, при этом лёгкий ветер им необходим. Бургунд не будет хорошо расти на глинистых болотистых местах, ей нужна плодородная и лёгкая почва. Цветоводы используют готовый материал для посадки, покупные саженцы, черенки. Пошаговая инструкция посадки. Подготовить саженец, удалить слабые или подгнившие побеги, укоротить здоровые. Поместить корневище на 2 часа. В воду, можно предварительно размешать в ней усилитель роста. В ямку глубиной 35-40 см уложить гравий или другой дренаж, 8-10 см. Сверху насыпать грунт 5 см. В центре сформировать возвышение, на него уложить корни. Расправить их, углубить саженец на 2-3 см. Засыпать ямку почвы и немного утрамбовать. Полить, к сведению. Посадка розы бургунд осуществляется весной в зависимости от климата, ориентироваться нужно на пробуждение почек. Осенью саженцы укореняют в конце сентября и начале октября. Если зимой ожидаются сильные морозы, укоренение лучше делать весной, чтобы кусты успели набрать силу. Сорт Рамблер был выведен на основе бургунды и имеет похожую форму бутонов. Уход за растением. Баркант 81, роза, требующая особого режима полива, 3 раза в неделю по 5 литрам для молодых растений и 8 литров для взрослых. Лить воду нужно под корень. Опрыскивать куст не рекомендуется, также внимательно нужно относиться и к переливу. Этот сорт не терпит застоя воды, поэтому почва должна быть сверху немного рыхлой. Во время сильной жары поливать розы холодной водой нельзя. Ближе к осени частоту полива нужно сокращать, постепенно доводя до одного раза в неделю. Бургунд не требует удобрений в первый год после укоренения, достаточно регулярного полива. Взрослый куст нужно удобрять каждые 20 дней со дня появления бутонов. Использовать рекомендуется органические удобрения. Весной во время перекопки опытные цветоводы вносят компост из расчета 1 ведро на 1 квадратный метр. Сорт является прямостоячим, сильно вшивь не разрастается. Обрезку проводят весной, удаляют высохшие побеги и завядшие бутоны, а также осенью, удалению подлежат бутоны и слабые побеги. Если бургунд имеет особое значение в ландшафтной композиции, может проводиться формирующая обрезка. Важно, пересадка розы осуществляется только по достижению 5 лет, а деление куста для размножения, после 7. Бургунд устойчив к морозам, особой подготовки к зиме не требуют. Молодые кусты укрывают нотканом материалов, а для взрослых достаточно пригнуть побеги к земле и накрыть лапником, гораздо важнее провести обрезку и удалить подгнившие части. Особенно нужно удалить бутоны, так как за зиму они могут начать гнить, что повредит растения. Цветение розы. Роза бургунд 81 имеет бутоны бокаловидной формы с бархатистыми лепестками. Ее цветение начинается в июне и заканчивается к середине осени. Сорт отлично подходит для выращивания в зимнем саду или в умеренных широтах. Обратите внимание, чтобы куст обильно цвел, уже отцветшие бутоны нужно срезать. В противном случае будут образовываться семенные коробочки, на что растение потратит немало сил. Распустившиеся бутоны нужно срезать после того, как они отцветут. Если куст перестал цвести, нужно проверить состав почвы, так как, на этот процесс влияет защелачивание. Также причиной могут быть сквозняк, неправильный полив и недостаток подкормки. Размножение цветка. Размножение этого сорта проводят черенкованием. Ранней весной срезают побеги возраста двух лет и помещают в воду. Предварительно их нужно поделить так, чтобы на каждой части было по двум точке роста. Для лучшего роста в воду можно добавить биостимулятор, воду не менять. С появлением белых корней можно проводить пересадку в грунт. Болезни, вредители и способы борьбы с ними. Бургунд подвержен атакам тли и мучнистой росы. Последнюю легко выявить по белесому налету на листьях, а тля заметно невооруженным глазом. В обоих случаях необходимо лечение. Хорошо помогают мыльный раствор и специальные препараты. Для профилактики болезней нужно регулировать полив, не допуская переливов. Также садовые инструменты перед работой нужно дезинфицировать. Важно, если рядом с зараженным кустом растут другие розы, их нужно внимательно осмотреть и принять профилактические меры. Бургунд – прекрасный сорт для выращивания в саду. Его стоит посадить за восхитительный аромат и красоту бутонов. Он показывает высокую стойкость к вредителям и морозам, поэтому сорт уместен при суровом климате. Соблюдение всех правил посадки позволит долго любоваться многолетним розовым кустом удивительной красоты.